Фестиваль «Венок дружбы» очень известен в Израиле. За участие в нем сражаются десятки коллективов. Приезд в наш город – большая честь и высокая ответственность. Коллектив «Алливай плюс» уже в третий раз приезжает в Бобруйск. По словам руководителя шоу-театра Ларисы Шилиной, артисты с нетерпением ждут теплой встречи с горожанами и готовят нечто особенное. Специально для вашего фестиваля всегда готовим новые номера. И в этом году мы решили, что это будет такой вот номер, наша визитка, которую мы на открытие показываем на Идыш. Такой вот с еврейским акцентом номер. Надеемся, он вам очень понравится. Самый первый раз, мы когда шли по городу в параде, нам очень многие кричали «Наши идут!». Мы были очень счастливы. Замечательные отношения. Шоу-театр «Алливай плюс» насчитывает 160 участников. В составе делегации из Израиля в этом году 30 артистов. Многие из них не раз бывали в нашем городе. И все без исключения отмечают душенность и значимость фестиваля. Конечно, это шаг вперед всегда, когда мы летим, показываем свои танцы и песни. И нас тут очень хорошо принимают. И тут очень нравится нам. Никита Дайнека будет участвовать в хороводе дружбы впервые. Большую часть своей жизни мальчик постигает азы сценического творчества. И уже успел побывать во многих городах мира. Но такого отношения, как в Бобруйске, признается, нигде не встречал. Мне ребята рассказывали с моими друзьями, что тут очень весело, их очень хорошо принимали. Очень красивый город, если честно сказать. Мне тут понравилось. Для гостей подготовили обширную культурную программу. Ребят познакомят с историей и достопримечательностями не только города, но и Беларуси. Увидеть выступления израильских артистов можно будет на различных площадках. Бобруйск распахнул объятия для музыки и дружбы. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.